У нас в гостях Владимир Валерьевич Долгих, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансы и кредит экономического факультета Луганского государственного университета имени Владимира Даля. Доброе утро. Доброе утро. Ну, естественно, поговорим сегодня о вашей профессии. Экономист, ну вот, в чем актуальность этой профессии? Давайте начнем с самого начала. Спасибо за вопрос. Я на него хочу ответить на примере нашего любимого родного вуза Луганского университета имени Даля. Экономический блок представлен на экономическом факультете, в состав которого входит шесть кафедр. Начну по порядку, в двух словах, буквально. Первая кафедра – это кафедра учета и аудита. Естественно, мы понимаем, выпускает квалифицированных, ну, понятное дело, бухгалтеров. Мы знаем, что, в принципе, грамотный бухгалтер – это является, ну, топ-менеджмент команды, компании. Конечно. Любой крупной. Да, это практически главный бухгалтер на предприятии, это правая рука первого руководителя. Вот. Но я хочу обратить внимание, очень интересный факт, что есть у них еще такая, как, ну, понятие, вот, учет и аудит. То есть аудит тоже, на мой взгляд, некоторые, так сказать, ну, немножко упускают это из вида. Это своего рода специалист в области независимого аудита. Когда это может быть связано и с контрольно-ревизионной деятельностью, ну, это также независимый аудит, экспертный оцен, когда проводятся предприятия во множестве случаев, там, слияния, поглощения компаний, банкротства и так далее. Вот. Вторая прекрасная у нас кафедра – это экономическая кибернетика и прикладная статистика. Звучит грозно, грозно, сложно, но, тем не менее, чудесная кафедра в двух словах. Значит, что мне хотелось бы сказать? Некоторые, тем более мы стали Российской Федерацией, значит, органы государственной статистики в регулировании экономики на государственном уровне играют огромную роль. Органы статистики – это, ну, статистические органы, они, значит, это, там, сложная структура, ну, как мы понимаем, это и федеральная статистика, а также она уходит и в местные, региональные, территориальные органы. Ну, практически в каждом городе есть отдел статистики. Вот о чем я хотел сказать, что это огромная организация, которая собирает, обрабатывает своевременно, точно, достоверно информацию экономического характера, преподносит нашим первым руководителям государства, правительствам, министерствам, чтобы те могли прогнозировать развитие, ну, вообще следить за экономической ситуацией, строить прогнозы развития на будущее. Это как в фильме «Служебный роман», да? Приблизительно вот так, вот что-то такое. Да, может быть, да, 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 совершенно верно. Экономическая кибернетика, такое тоже, ну, простым языком, это бизнес-информатика, то есть оптимизация автоматизированных информационных систем в бизнесе, в экономике, в самой организации. Это от простого, на мой взгляд, создания каких-то ведения сайтов, электронной коммерции, как сейчас маркетплейс, интернет-магазины. Для них это просто. Они оптимизируют бизнес-процессы на крупных предприятиях, они смотрят как, ну... В общем, очень интересно. Да, на уровне программирования, то есть программисты в экономике. Это очень интересно. И очень сложно. Очень, ну, сложно, все сложно. Бухгалтерский учет тоже сложный, да. Вот, но ребята-выпускники уже создают свой софт какой-то у них выпускных... Ну, это, ну, первая IT-отрасль, которая сегодня развивается сумасшедшими, только с упором в экономику, бесподобная специальность актуальна и очень интересна. Я прошу обратить на это внимание. Третья кафедра у нас — товароведение и экспертиза товаров тоже. На мой взгляд, когда-то были популярные передачи по телевидению, когда проходят магазины, они все выворачивают наружу, там, может, и ресторан проверить, отели и так далее. Ну... У нас товаром, там, и логистика, хранение. Вот они следят, как в крупных супермаркетах, там, ну, товаровед, правильно? И его задача, чтобы товар не лежал, ну, следить за сроками годности и, там, за складскими запасами. Там очень-очень, это я так, поверхностно, ну, в двух словах, чтобы имели представление, чем будут заниматься выпускники этой кафедры. Досконально все знают о товаре, скажем так. Как? Следующая кафедра у нас торговое дело. Торговое дело, очень интересная кафедра. Другими словами на сегодняшний день может сказать, ну, коммерция. Коммерция еще, торговое дело или коммерция, ну, это, на мой взгляд. Это от создания бизнеса с нуля, бизнес-план, инвестиционный план, поиск инвестиций, логистика товара, сопровождение, ну, начиная от организации и заканчивая вообще, там, сбыт, снабжение. Вплоть до, даже касается каких-то маркетинговых, там, ну, они не разрабатывают маркетинговые программы, но они, там, предлагают поиск, там, анализируют рынок. Это полностью коммерция. Ну, то есть любой предприниматель, начиная от самого малого, заканчивая крупным бизнесом, все нуждаются в такого рода специалистов. Конечно. Так, следующая кафедра, это, по-моему, пятая, да? Это кафедра мировой экономики. На мой взгляд, до сегодняшнего дня она была немножко недооценена. Ну, в том плане, что мы в Луганске, 8 лет войны, где мы, где мировая экономика. О каких вы странах, в условиях неприизнанности. И тем самым, ну, как бы, она, ну, на мой взгляд, ну, не так... Не так просветала, как должна была. Ну, да, не на таком месте, хотя у них тоже там наборы, достаточно определенное количество студентов, которые, на мой взгляд, смотрели немножко чуть-чуть в будущее, заглядывали. Потому что вот в мирные времена эти кафедры пользуются, ну, такого МЭО, международные экономические отношения. Это все связано с внешнеэкономической деятельностью. Как закупить товары, в какой... Или, или наоборот, поиск выхода своего товара, поиск новых рынков сбыта, своего товара, зарубежных там. Как выйти на страны нашего Евразийского экономического союза. Как, а давайте продадим Белоруссию, а давайте продадим в Казахстан. Что для этого надо сделать? Открываем там какую форму, новое предприятие. То есть они занимаются вот этими всеми моментами. Налогообложения изучают разных стран, с которыми мы хотим сотрудничать. Внешнее экономическое, таможенное законодательство, налоговое. Все связано с международным бизнесом своего рода. Это дипломаты в экономике. У них углубленное изучение языков идут. Там два или три даже сейчас на выбор. На мой взгляд, уже, по-моему, китайский. Сейчас они начнут учить. Ну, очень интересная, перспективная. И уже в нынешних реалиях, мне кажется, она даже получит дальнейшее развитие. Всех пугала непризнанность нашей данной ситуации. И заключительная кафедра, шестая, моя родная. Это финансы и кредит. Сам я выпускник в 2001 году. Уже горжусь, радуюсь, люблю ее искренне. Всем своим сердцем. Могу о ней долго рассказывать. Хочу в двух словах. На сегодняшний день мы не закрываем потребность в специалистах, которые вот сейчас банк просит предоставить студентов. Очень, значит, у них правильный подход. Студенты начинают проходить практику со второго-третьего курса. То есть предприятия, в частности банк, оно получается у них даже их отфильтровать. И уже на четвертом курсе они вот еще только защищаются летом, а уже они трудоустроены. Банк, даже не дожидаясь, грубо говоря, но он понимает, что вот у него летом защита, они им предлагают уже работу. Это очень здорово. Очень здорово. Потом я отдельно хотел отметить и сказать тоже государственным нашим компаниям, первым руководителям огромное спасибо. Это, конечно же, федеральная налоговая служба. Это отличное сотрудничество казначейства и пенсионный фонд наш. Пока наш местный, региональный. Ну, сейчас они проходят трансформацию там, согласно структуре Российской Федерации. Первые руководители лица отлично, точно так же заключены все договора о сотрудничестве, точно так же огромным удовольствием дети идут на практику, стажируются. Но, чтобы вы понимали, прийти точно так же, как в банк, налоговую или казначейство, вы проходите проверки безопасности. Практически то же самое, как трудоустройство. Поэтому, придя на практику на третьем, придя на практику к ним же, на четвертом курсе, уже практически они без проблем получают трудоустройство. Руководство уже видит, они прошли все проверки, они показали... Они уже знакомы с потенциальным работником. Конечно, причем они могут сказать, ну не каждому даже, ой, вот этот нам очень пришлите, дайте его нам, ну определенного студента. Вот он у нас был, он нам очень понравился, мы хотим с ним сотрудничать. Значит, ну это ж верхушка айсберга. Вы ж поймите, вот я вам точно не скажу, но в Российской Федерации порядка 200 банков. Мы же понимаем, а вот мы с вами тоже автомобилисты, нет, вот ОСАГО. Мы знаем, да, что есть такое страхование. То есть я к чему подвожу? Обязательное страхование там автотранспортного средства. У нас в ближайшем будущем, если не в этом году появятся, откроются страховые компании и общества, которых мы не видели 8-9 лет. Правильно? Это тоже наше. Это тоже наше направление. То есть банковская сфера. Порядка 200 банков в Российской Федерации тоже к нам когда-нибудь дойдет. Я уверен, если не в этом, то в следующем году. И что тогда? Где брать? Не всех они с Москвы, там с Ростова, да, вести специалистов. Правильно? Все это. Плюс рынок страхования. Для нас вообще это ниша. Поэтому сейчас спрос на рынке труда, такого плана профессии, квалификации очень огромен. Но я бы хотел сказать, что не только финансы, это так получается. Вообще весь экономический блок до четвертого курса, все вот эти шесть выпускающих кафедр, практически у студентов одно направление. Экономика. Вот это все, хотя может быть получилось у вас тут увидеть, бухучет переплетается с финансами. Настоящий финансист не может быть, который, конечно, не читает баланс. А торговое дело предлагает, какое предприятие правильно открыть. Товароведы, как логистику, какой товар и так далее. Точно так же бизнес-информатика предложит вам оптимизацию информационно-коммуникационным, современным цифровыми технологиями и это все. И в совокупности вот это вот и получается у нас экономика. Как вы красиво завершили беседу нашу. Боже, я бы так не подвела к концу. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня к нам пришли в студию, рассказали о своей, как я понимаю, горячо обожаемой профессии. Я очень рада, что у нас есть такие профессионалы в республике. Спасибо вам большое. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что в гостях у нас был Владимир Валерьевич Долгих. Хорошего вам дня. Спасибо. Утро Донбасса продолжается. Оставайтесь на Луганск-24.